Куда здесь контейнер поставить? Скажите, здесь нет машины, а здесь контейнер нет. Куда 100 человек? Вопросов у жителей накопилось много. Почти час они обсуждали проект вместе с властями и архитекторами. Работа предстоит масштабная. Как рассказала разработчик Екатерина Лазуткина, площадь двора больше двух гектаров. Свой план благоустройства она делала с учетом всех пожеланий жителей. Например, куда поставить мусорные контейнеры жители выберут сами. Кроме того, во дворе планируют спилить старые деревья, поставить новые игровые и спортивные площадки. Интересная будет задумка по периметру парка. Это велодорожка в двух направлениях для того, чтобы можно было не только на велосипеде кататься, а на скейтбордах. И будут предусмотрены, естественно, парковочные места, достаточно удобные и инновационного характера. В том плане, что парковочные места будут отнесены от жилых зданий и сооружений. Разделительными зелеными живыми изгородями и деревьями. Двор на проезде Матросова попал в программу благоустроим область к юбилею. Как рассказал заместитель председателя Ярославской областной думы Илья Осипов, уже в следующем году все работы здесь будут закончены. Он отметил, кроме Ярославля благоустраивать будут и малые города. По разным программам суммарно почти 2 миллиарда, но только на благоустройство 360 миллионов и на восстановление асфальтового дорожного покрытия, на восстановление местных проездов порядка 600 миллионов. То есть почти миллиард на эти работы во дворах. Плюс еще это и строительство и реконструкция домов культуры, это строительство спортивных площадок, это восстановление спортивных залов. Власти надеются, что совсем скоро жители домов на проезде Матросова не смогут узнать свой двор. Они отмечают, этот проект благоустройства стал одним из самых масштабных. Сейчас похожие встречи с жильцами проводятся и в других районах города и области. Павел Волков, Олег Лушников. День в событиях. Павел Волков, Олег Лушников.